А что происходит с левым лагерем? Конечно, поражение Корнилова резко повысило акции большевиков, потому что большевики, если не возглавляли, то, во всяком случае, крайне решительно действовали в условии наступления правых сил на Петроград. Большевики активно участвовали в вооружении Красной Гвардии, большевики много участвовали в советах, организовывали советские органы для отпора. И в какой-то момент возникли условия для создания широкой коалиции между всеми левыми партиями, то есть меньшевиками, эсерами и большевиками, и наступления на буржуазную партию, точнее, к тому моменту остались одни кадеты. А Керенский это понимал, он попытался демократическим силам пойти на уступки и даже провозгласил Россию республикой 1 сентября 1917 года, провозгласил Россию республикой, чтобы усыпить, чтобы дать понять советской демократии, советским органам, что ни в коем случае не будет никакой реставрации монархии, вот у нас республика, никаких правых сил. И вот в этот момент Ленин пишет статью о компромиссах, и впоследствии еще несколько статей он пишет, в которых предлагает пойти на компромисс с меньшевиками и эсерами. Как называется? Вот так и называется, о компромиссах. Значит, Ленин предлагает пойти на компромисс с другими левыми партиями. Компромисс этот заключается в том, что выступление Корнилова продемонстрировало всем, что союз с буржуазией невозможен. Буржуазные партии рано или поздно, улучив подходящий момент, расправятся с демократией и установят диктатуру. Поэтому договариваться с ними нечего, нужно брать власть и между собой решать. И это обеспечит мирное развитие революции. То есть, только на основе советской власти, потому что только советская власть, власть советов поддержана большинством народа, только на основе поддержки советов, а в советах только левая партия находится, только при условии поддержки советов можно обеспечить мирное развитие революции. потому что любое участие буржуазных партий закончится предательством буржуазии и попыткой установления диктатуры. И, соответственно, программа большевиков тактическая заключается в том, чтобы окончательно оторвать меньшевиков и эсеров от буржуазии. Но, несмотря на то, что момент для этого был подходящий, и буржуазии этого не хотело, и в рядах меньшевиков и эсеров было много сомневающихся. Ну, понятно, что и сам Керенский на это идти не хотел. Меньшевистских и эсеровских лидеров отчасти можно понять. Они находились в плену иллюзий о том, что если они решительно разорвут с деятелями буржуазии, то начнется гражданская война. А Ленин им как раз говорил, что нет, наоборот, если вы не порвете, начнется гражданская война. Этот вопрос должен был решиться на так называемом демократическом совещании. А что это такое? Демократическое совещание – это съезд представителей всех левых партий, который прошел в Петрограде в Александринском театре. Он открылся 12 сентября 1917 года. Но еще до этого большевики одержали большую победу в политическом процессе. Они сумели переизбраться, точнее, они сумели избраться в президиум Центрального исполнительного комитета Петроградского совета. Раньше там заправляли меньшевики. Но теперь после корниловского мятежа большевики, как последовательные противники корниловцев, получили там не просто представительство, но и большинство. Вместо Чхеидзе председателем ЦИК стал Лев Давидович Троцкий. Это очень важный момент, потому что Троцкий стал первым большевиком, который получил реальный пост. Получил реальный пост, причем очень влиятельный. То есть, Троцкий стал, по сути, государственной фигурой в этот момент. Напомню, что Ленин в этот момент никаких государственных постов, естественно, не занимает. И более того, находится в подполье Финляндии. И вот 14 сентября в Александринском театре открывается демократическое совещание, на котором большевики надеются оторвать меньшевиков и эсеров от буржуазии. Причем уже внутри самой большевистской партии существуют разные представления о том, как должен развиваться политический процесс. Есть две позиции. Одна позиция принадлежит Троцкому, другая принадлежит Каменеву. Троцкий считает, что власть должна быть передана Советом. И советская демократия, как более совершенная форма демократии, должна стать принципом власти в России. Каменев считает, что это слишком резко, что так не нужно. Что пусть вот остается старое временное правительство, но оно будет составлено исключительно из представителей левых партий. Меньшевиков, большевиков и эсеров. А ленинское предложение, оно вообще было довольно важный, большой компромисс. Ленин считал, что возможно, что пусть будет временное правительство, которое состоит только из меньшевиков и эсеров, а большевики будут легальной оппозицией. Но они выйдут из-под поля и смогут участвовать в агитации. Ну вот происходит это демократическое совещание. На демократическом совещании выясняется, что все-таки большая часть левой демократии не готова порвать с буржуазией. Голосование с небольшим перевесом отдает победу идее все-таки о коалиции с буржуазией. И это, конечно, торпедирует планы большевиков. Прослышавший об этом Владимир Ильич пишет своим соратникам директиву не продолжать никакие переговоры с оппортунистами, а брать власть. Надо брать власть прямо сейчас. Он пишет, организовывать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку, занять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство, мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить на штаб восстание у центральной телефонной станции, срезать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы. Грамотно подходил. Когда большевики в Петрограде это получили, они просто обалдели. Почему? Только что Ленин писал о том, что нужно идти на компромисс, и тут он изменил, меняя свою позицию, это еще настолько резко. То есть, к взятию власти просто никто не готов, как это? И вот тут начинается удивительная история. ЦК партии большевиков начинает саботировать указания против грузища. А что там было? ЦК состояло из чуть больше 20 человек. Там были Троцкий, Дзержинский, Сталин, Каменев, Колонтай. Влиятельные старые большевики. Они приходят к выводу, видимо, коллегиально, что поворот от предложения компромисса к вооруженному восстанию был бы слишком резким. Что возможности найти общий язык с меньшевиками и эсерами, они не исчерпаны. И есть еще шансы договориться. Вот вооруженное восстание, оно может погубить все. Короче, Ленина они не слушают. И мало того, что они не слушают Ленина, так они еще в это время до Петрограда доходят статьи Ленина, которую он писал еще тогда, когда позиция меньшевиков и эсеров не определилась. Эти статьи достаточно компромиссны. И в газете «Рабочий путь», где оглашается точка зрения большевиков на происходящий политический процесс, вместо новейшей точки зрения Ильича, публикуется уже устаревшее. Таким образом, у МАС создается у рядовых представителей партии, и у МАС создается ощущение, что Ленин до сих пор выступает за компромисс. Какой ловкий подлог, а? Да. Ну, в результате демократическое совещание заканчивается двумя результатами. Первое. На нем принимается решение о создании некоего предпарламента, который впоследствии переродится в полноценный парламент. Вот это предпарламент. На самом демократическом совещании избираются 300 с лишним депутатов этого предпарламента от левых партий, а к ним еще потом будут присоединены 160 буржуазных депутатов. Вот это предпарламент. Там формируется фракция большевиков. Идет спор, участвуют ли большевикам в предпарламенте. Решается, что голосовать будет фракция вот этого демократического совещания, и голосование фракции большинством голосов, принимается решение, что да, большевики будут участвовать в этом предпарламенте. И сотрудничать, соответственно, с буржуазными партиями, с левыми. А второе решение, которое принимается по итогам демократического совещания, Керенский принимает решение составить новое коалиционное правительство, в котором будут представители и левых партий, и буржуазии. Причем от буржуазии участвуют такие одиозные фигуры, как олигарх Терещенко. Он вновь получает пост министра иностранных дел. Заместителем Керенского становится крупный промышленник Коновалов. Еще один пост получает кадет Кишкин, который имеет в рядах рабочих и солдатских депутатов репутацию одного из главных корниловцев. Что, естественно, массы не может порадовать. То есть, если представители крестьянских советов, на которых огромное влияние имели эсеры, они более-менее лояльно восприняли это новое правительство, то солдаты и рабочие были крайне недовольны. Но больше всех был недоволен Владимир Ильич, когда он узнал, что его соратники пошли на такое соглашательство, да еще и опубликовали устаревшую его точку зрения на происходящее, он пришел просто в негодование. Но это очень интересный момент, потому что Ленин здесь проявил себя именно как политик-практик. Он был не просто теоретик, который раздавал указания, он сумел из этой ситуации очень хитро вывернуться. Он показал себя как тяжеловес политического процесса. Ленин предпринимает несколько вещей. Первое. Поняв, что ЦК игнорирует его указания, он посылает в ЦК письмо, в котором пишет. «Видя, что ЦК оставил даже без ответа мои настояния в этом духе с начала демократического совещания, что центральный орган вычеркивает из моих статей указания на такие вопиющие ошибки большевиков, как позорное решение участвовать в предпарламенте, как предоставление места меньшевикам в президиуме Совета, видя это, я должен усмотреть тут тонкий намек на нежелание ЦК даже обсудить этот вопрос, тонкий намек на зажимание рта и на предложение мне удалиться. Мне приходится подать прошение о выходе из ЦК, что я и делаю, и оставить за собой свободу агитации в низах партии и на съезде партии. Ибо мое крайнее убеждение, что если мы будем ждать съезда Советов и упустим момент теперь, мы погубим революцию». Но Ленин не просто обиделся и вышел из ЦК. Он тут же отправил соответствующее послание в Петроградскую партийную организацию и в Московскую. Надо пояснить, что в Петроградской партийной организации там были более левые большевики, чем в ЦК. В ЦК там были более умеренные, а вот в Петроградской партийной организации там были такие более радикальные, связанные с рабочей массой. Ну и вот большевики в Петроградской рабочей организации получили сообщение, из которого узнали, что а. Точка зрения Владимира Ильича совсем не такая, как им рассказывают, что ЦК опубликовала устаревшую точку зрения, и вообще Владимир Ильич призывает к вооруженному восстанию. В Петрограде поднялся скандал из-за этого. Значит, ЦК в каком-то смысле оказалась дискредитирована. Дальше. Владимир Ильич, кстати, сначала обратился с просьбой в ЦК разрешить ему вернуться из-под поля, а ЦК ему не разрешил. Мешаешь, да? Значит, разъярённый Ильич, вместо того, чтобы подчиниться, естественно, помчался в Петроград, но сначала он прибыл в Выборг. Он просто понял, что там как бы всё решают без него, но Ильич был не таков. Он прибыл в Выборг. И тайно связался у него, было, видимо, два человека, которому он наиболее доверял. Это были Свердлов и Крупская, естественно. Он им сообщил, что он находится в Выборге. И в Выборге произошла судьбоносная встреча, которая во многом определила последующие события. Значит, в Выборге Владимир Ильич встретился с Михаилом Степановичем Свешниковым. Кто такой Свешников? Свешников – это командир 106-й пехотной дивизии, герой Первой мировой войны, георгиевский кавалер, обладатель георгиевского оружия. Он участвовал в 9-месячной обороне Осовца, знаменитой, там, где как раз произошла знаменитая атака мертвецов, так называемая. И он был одним из 95 дипломированных на тот момент разведчиков в Российской империи. Окончил Николаевскую академию генерального штаба. Уже были посланы документы на представление его к званию генерал-майора, но не успел получить. И в данный момент оставался полковником. После Осовца он был назначен в Финляндию и должен был организовать оборону в Финляндии от возможного вторжения немецких войск. Был крайне толковым командиром, судя по всему. Сумел сохранить свою дивизию в полной боеспособности. Но при этом дивизия была абсолютно на большевистских, либо лево-эсеровских позициях. Все бойцы были распропагандированы в левом духе. Значит, Свешников познакомился с Лениным, когда Владимир Ильич возвращался из-за эмиграции. Он ехал через территорию Финляндии. Вот там вот произошло их знакомство. И тогда же, возможно, после этой встречи Свешников вступил в РСДРПБ. То есть, он стал большевику. И вот в Выборг Свешников приезжает к Ленину. Там они встречаются. И начинает Ленин, понимая, что курс на вооруженное восстание в Петрограде ЦК брать не особенно собирается, Ленин готовит запасной вариант. У него есть крупный военный практик, ветеран боевых действий. Ну, считается вообще, что в будущем Свешников станет рабочим начальником советского спецназа. Есть боеспособная дивизия, которая готова стать ударной силой будущего восстания. И Ленину, в принципе, не особенно-то там и нужны. Ну, то есть, ему, конечно, нужно, чтобы в Петрограде что-то произошло. Но он готовит свой собственный запасной вариант. Причем, про который особо никто не знает. У него тут уже и войска есть. Участвует в этом руководитель армейского и флотского комитета в Финляндии Ивар Смилга, такой прибалтийский большевик, который по партийной иерархии стоит выше Свешникова, но не по военной. И Ленин явно планирует, что если в Петрограде все-таки ЦК не одумается, то решающий удар нанесут вот эти боеспособные силы из Финляндии. После того, как план вооруженного восстания Ленина и Свешников оформляют, Ленин направляется в Петроград. Ленин направляется в Петроград, предварительно выслав в массы свое послание следующего содержания. Товарищи, посмотрите кругом себя, что делается в деревне, что делается в армии, и вы увидите, что крестьяне и солдаты терпеть дольше не могут. Товарищи, знайте, что Керенский ведет опять переговоры с корниловскими генералами и офицерами, чтобы вести войска против советов рабочих и солдатских депутатов, чтобы не дать власти советам. Идите все по казармам, идите в казачьи части, идите к трудящимся и разъясняйте народу правду. Если власть будет у советов, в России будет рабочее и крестьянское правительство, оно немедленно, не теряя ни дня, предложит справедливый мир всем воюющим народам. Если власть будет у советов, то немедленно помещичьи земли будут объявлены владением и достоянием всего народа. Нет, ни одного дня народ не согласен терпеть больше оттяжек. Долой правительство Керенского, которое сговаривается с корниловскими генералами и помещиками, чтобы подавлять крестьян, чтобы стрелять в крестьян, чтобы затягивать войну. Вся власть советом рабочих и солдатских депутатов. Под влиянием такого послания, еще до возвращения Ленина в Петроград, питерский комитет партии давит на ЦК и требует созыва общего совещания. В общем, под давлением низовых партийных организаций ЦК принимает решение о том, что участие в предпарламенте было ошибкой, нужно из него уходить. И на первом совещании фракция большевиков демонстративно из предпарламента уходит. Власть, надо сказать, воспринимает это как вызов и начинает ожидать в ближайшее время вооруженного восстания. И вот 10 октября 1917 года наконец-то происходит совещание ЦК впервые за долгое время с участием Ленина. Но Ленин туда приходит и, конечно, начинает всех чистить. С его точки зрения пока его не было, здесь происходил полный бардак. Все портунисты, предатели, значит, не исполняли указаний, пошли на соглашательство с меньшевиками СССР, участвовали в буржуазном предпарламенте, чуть не опозорили, чуть все не загубили. Кот из дома, мышь и в пляс. Да, да. Значит, ну, большей части, не знаю, стыдно, не стыдно. В общем, Ленин без проблем уговаривает большую часть ЦК. Вот только два противника, Зиновьев и Каменев. Они считают, что народ не пойдет за большевиками, что... Эксперты. Власть может взять совет, но не большевики. Что если они возьмут власть, это будет узурпация. И в итоге они проиграют. А Ленин им отвечает, что если мы будем ждать съезда советов, то нас задушат. Керенский стянет верные войска, большевиков уничтожат, либо сдадут город немцам. Мы ждать не можем, нужно брать власть. Надо сказать, что Временное правительство, ну, конечно, понимает, к чему все идет. Конечно. Тут даже разговоров здесь быть не может. Понимают это и союзники. Бьюкинен приходит к Керенскому и прямо ему говорит, что настало время решительных действий. Почему мы до сих пор не раздавили большевиков? А Керенский играет свою игру. По сути, он тоже боится. Он думает, что если он начнет прямо сейчас давить большевиков, то он устроит гражданскую войну. Ему нужен повод. Нужно, чтобы большевики выступили сами, и он сам тогда их раздавит. Но первым он не начнет. Ему нужно, чтобы он был не виноват, чтобы он отвечал. Ну, и, конечно, важный вопрос, кто именно будет большевиков давить? Для этого нужно вернуть доверие армии. Эту задачу пытается выполнить новый министр, военный министр Александр Иванович Верховский. В начале Первой мировой войны он был агентом на Балканах. Я упоминал его в первых передачах. Вот к октябрю 1917 года он дослужился до военного министра, сделал блестящую карьеру. Надо сказать, что Верховский был довольно толковым администратором. У него были здравые мысли. Вообще он видел, что армия разбегается. Поэтому он подумывал о том, чтобы, в принципе, сократить ее численность и дать самым отмороженным элементам просто уйти в отпуск. Формально, так сказать, не просто дать им разбежаться, а формально хотя бы оформить это как в отпуск. Он начал процесс сокращения армии, параллельно налаживая дело пропаганды. Но все зашло уже слишком далеко, и поэтому, по большому счету, у Верховского ничего особенного не получилось. И 18 октября произошло судьбоносное... Сначала происходило совещание военной комиссии, на которой Верховский сцепился с министром иностранных дел Терещенко. Речь шла о том, что Россия, в общем-то, воевать не может. Не может воевать, потому что наступает зима, армия к этому моменту насчитывает 10,5 миллионов человек. Обалдеть. Теплой одеждой полушубков содержится 1,5 миллиона. То есть, недостача 8,5 миллионов. С продовольствием вообще ничего непонятного. То есть, запасы иссякают, транспорта для подвоза нет. Союзники обещали прислать паровозы, прислали только 10% от необходимого количества. Как воевать, не ясно. Единственный выход Верховский видит в том, чтобы немедленно предложить Германии демократический мир. Надо сказать, что Верховский уже и раньше это предлагал. Он говорил, общаясь с руководителем английской военной миссии Ноксом и с самим Бьюкининым, неоднократно им говорил, давайте, нам нужно как-то воспитывать солдат и офицеров, нужно их как-то мобилизовывать. Давайте мы сейчас предложим демократический мир и таким образом покажем, что мы хотим мир, а немцы нам откажут, и тогда люди поймут, за что мы воюем. Думается, что в этом предложении Верховского была некоторая хитрость, и такие люди, как Нокс и Бьюкинин сразу же ее понимали. Хитрость заключалась в том, что а вдруг немцы согласятся? Англичан, которые там уже все поделили, их это категорически не устраивало. И поэтому они Верховского постоянно отчитывали и призывали его каким-то другим методом. И в итоге разъяренный Верховский так прямо и сказал Терещенко, что необходимо прямо сейчас предлагать немцам демократический мир, даже и без согласия союзников. Все это спровоцировало отставку Верховского. То есть, его обвинили в измене, фактически, хотя он просто дал беспристрастный анализ текущего положения. Но самое трагичное, что произошло, это утечка этой информации, то есть, ее не удалось удержать в тайне, и она была опубликована в газете известного публициста Бурсова. И, собственно, оттуда эта информация разошлась широко и дошла до Владимира Ильича. Владимир Ильич, который про это узнал, он воспринял отставку Верховского как окончательное решение Керенского сдавать Петроград немцам. Потому что по-другому продолжать войну Россия не может. Значит, даже если Керенский не захочет сдавать Петроград, то есть, из-за анализа Верховского было понятно, что его все равно придется сдать, если прямо сейчас мир не заключить. Потому что армия российская просто не способна будет вести боевые действия в зимних условиях. Собственно, это и обусловило желание Владимира Ильича Ленина срочно взять курс на вооруженное восстание. То есть, узнал об этом, там слухи просочились в начале 20-х чисел. И 24 октября вечером Ленин пишет знаменитую записку к ЦК с требованием срочно начинать вооруженное восстание. Сегодня рано, а завтра будет поздно. Да, да, совершенно верно. Ну, а о том, как оно прошло, мы поговорим в следующий раз.